Всем привет! Значит, у нас сегодня довольно забавная тема обещанная. Сейчас я просто пока я тут дело буду говорить. Обещанная тема, довольно забавная, про интерфейс между Python и C. Что это значит? Это значит, мы попробуем пописать на C для Python, а также пописать на каких-то языках, короче говоря, на Python с использованием C. Это несколько другая тема. Сейчас мы на все это посмотрим. Начнем к нашим баранам. Начнем с Python. Я уже говорил, наверное, в этом курсе, что считаю Гвида очень неплохим программистом на C и код на Python очень неплохим кодом на Python на C. Вернее, код Python очень неплохим кодом на C. Если бы это было не так, наверное, в комьюнити не было бы такого активного участия. То есть, когда говорят, что Python стал таким мегапопулярным языком, на нем программируется все, включая электровеники и пишет на нем все, включая электродворников. Обычно говорят про его, так сказать, простоту освоения, начальную кривую, вот эту вот пологу и вот это все. На самом деле, в очень изрядной степени тот факт, что ПП, Python так же, индекс полон всевозможными модулями достаточно офигительные сложности. Вот. И на Python есть своя математика, своя графика, свое все. Вот. В достаточно сильной мере это заслуга Гвида со товарища. Наверное, в первую очередь Гвида, но не только. То есть, людей, которые разрабатывали интерфейс, ну, про который программировали Python, которые писали, писали компилятор, разрабатывали интерфейс, разрабатывали правила расширения и так далее. Вот. И вот это вот самая идея, значит, что Python хорошо расширяемый на C язык, отлично, отлично, значит, описано вот в теме, которая называется расширение Python и встраивание Python в другие языки программы. Вот. Значит, начну, видимо, с конца, да, начну с конца, начну с embedding, встраивание Python runtime в более развесистые приложения, потому что это то, чем мы пользоваться не будем. Значит, например, если вы пишете программу на C, то есть это тоже часть сегодняшней темы, но нет. Если вы пишете программу на C, что-то нас мало, ну, поскольку мы есть, значит, хорошо, то, возможно, вы захотите, ну, или не на C, возможно, вы захотите повыполнять какой-то код на питоне, ну, просто как сторонний. Вот. То есть, встроить нечто питоновское в свою программу, которое вы пишете не на питоне. Вот для этого служит раздел embedding, он, как видите, маленький тут. Вот. И выглядит это все примерно так, что у вас есть вот программа на C, она дергает питоновский интерпретатор, вот, и что-то из него, значит, какие-то объекты вынимает. Собственно, вы пользуетесь Python API, это то же самое API, которым мы вообще пользуемся, пиша на C, но при этом вообще не трогая, не трогая внутренности питона, да, то есть вот если мы пользуемся вот этим very high level embedding, сейчас я попробую найти еще один пример в этом месте, вот, кажется, здесь, вот, the very high level, вот, да, нет, это, это синтаксис, а мне интересен, мне интересен все-таки вот это. Вот. То есть, мы просто дергаем питоновский интерпретатор, он там что-то делает, что-то там такое вычисляет, после чего мы говорим, все, питоновский интерпретатор закрыт, да, то есть идея стоит в том, чтобы дернуть некий объект, повыполнять его, и, Андрей, во всем, нет ничего общего между CPython и Cython. CPython это питон, написанный языке программирования C, а Cython это такой извращенный язык, такой питон C. Мы его, кстати, будем сегодня трогать, если успеем, так что вы все увидите. Вот. Так вот, а CPython это просто питон, написанный на C, референс имплементации питона на самом деле на сегодняшний день единственный более-менее живой проект, это CPython. Значит, был проект, джайсон питон на джао машину, он так это, кажется, дальше второго не пошел, вот, хотя могу собрать, можно проверить, раз уж вы спросили, значит, джайсон. Был проект IronPython, это питон для, питон для dotneta, который точно дальше второго не пошел, даже 26-го, по-моему, не пошел, вот. Из живых интерпретаций питона остался только встроенный питон, вот этот питон и P-Py, ну, в смысле, P-Py, которые P-Y, P-Y, которые питон написанный на питоне, бывший стеклист. Ну и всякие, значит, сторонние проекты. Я не понимаю, какого рода тут питон, но похоже, похоже, похоже все-таки 2.7, да, видите, джайсон тоже дальше второго питона не пошел на третий, они не переехали. Вот, так что, C-Python, о котором идет речь, это и референс имплементация питона, и, в общем, на сегодняшний день довольно... В-8? Не знаю про В-8 ничего. Вот. И, собственно, основной питон. Другое дело, что у него есть много сборок, то есть вот этот питон на C, есть официальные сборки, есть всякие, значит, актив-стейтовские, сборки, такие, сякие, пятые, десятые, но об этом уже, как бы, разговор не идет, потому что... Так, это что? Это неинтересно. А это вот был пример, который я... Пример, кажется, сайта. Ой, так это сайтом. А, ну ладно. JavaScript. Нет, насчет JavaScript тоже ничего не знаю. Я думаю, что JavaScript сейчас мода конвертирует языки в JavaScript. Python на JavaScript есть, но это, в общем, скорее такой сторонний проект. Ну, давайте еще и на этот вопрос отвечу, раз уж у нас такая тема. Есть проект Brython. Вот он. Это проект как раз... Че? Нет? А, потому что это курс. Да. Господи, каждый, каждый раз меняют цветовую тему сайта. В какой-то момент она была ярко-красным на ярко-черном. У меня глазки выплыли. Сейчас они ее поменяли. Вот. Значит, это... Проект как раз Python скомпилирован именно под JavaScript. То есть не скомпилирован, а реализованный на JavaScript. То есть команды Python превращаются в качестве бэкэнда или в JavaScript. И, в общем, там даже что-то такое работает. Вот эта штука написана на Python. Вот код, который она выполняет. Ну, там и... Вот эти вот часики, которые тут были, они тоже написаны на Python. Вот эти вот... Где они тут? Вот эти вот часики. Это тоже написано на Python. Вот. Консолька есть и у них Python. Вот даже свежий Python, глядите. Прям свежий. Вот. Вполне себе проект. Единственный недостаток, он все-таки немножко такой опытный. То и дело, вы сталкиваетесь с тем, что ребята, ну, просто не догнали до текущего Python. Хотя вот вроде они довольно активные. Вот. Я думаю, что такого рода проекты будут вымирать в пользу WebAsma. То есть скорее всего... Или инскриптины, или чего-то такого. Скорее всего их место займут обычные, тем или иным способом, сконвертированные бинарники, которые собраны классическим путем. Ну, то есть CPython тот самый, да? Просто скомпилированный WebAsma каким-нибудь LVM-ом с бэкэндом WebAsma или во что-нибудь такое. Такие вот дела. Ладно, слушайте. Давайте все-таки вернемся к нашим баранам. Хотя проект интересный. Рекомендую потыкать в Brighton. Вот. А бараны наши такие. Программирование на C, да? Отвлечемся все-таки от игрушек. Вот этих. Значит, и так самый высокий уровень Very High Level состоит в том, чтобы дернуть питоновское все прямо из своей программы. Прямо вот взять вот туда строчку скормить, питон вычислил вот это, да? Выполнил вот этот кусок. Такой, если хотите, Eval, или точнее даже не Eval, а EXEC, только из C-шного интерфейса. Ну, стоп, собственно, тут они как бы и этот интерфейс тут адрес. Обратите внимание, что это нормально для питона. Что под каждую задачу питон API определяет довольно много мелких функций. Каждый на свой, так сказать, лад. Нет такого большого комбайна, к которому скармливается все. Вот. Значит, вот это вот такой настоящий имбеддинг, то есть вызов питона, прямо питона, прямо из C, но мы ему пользоваться не будем, а воспользуемся мы чуть более низкоуровневым интерфейсом. Вот этот перехаем и закрываем. Вот. Вот, значит, так, нет, это, 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 да, давайте, слушайте, не будем пялиться в пример, я лучше покажу пример, который сделал я. Вот, давайте мы сейчас создадим что-нибудь, ну, чтобы не ставить мне в хост-систему всякие, всякие компиляторы и все остальное, а что-то он ждет, я еще не вышел, что ли, откуда-то. сейчас, секунду, я пытаюсь понять, почему у меня, почему у меня, а, нет, все работает, вот, ну, вот давайте создадим какой-нибудь, ну, поэтому, M3 минус M венф создадим какой-нибудь каталог, пыцы, например, назовем его, пыцы интерфейс, вот, и в нем чуть-чуть попишем на си, на си, вот, значит, попишем на си, ну, давайте создадим какой-нибудь каталог, чтобы не мешать никому, вот сюда вот войдем и здесь посмотрим, значит, сейчас мы будем делать примерно то же, что мы делали, когда, что мы видели вот в разделе very high интерфейс, вот, только менее very high, да, вот, 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 вот что-то вот такое мы будем делать, вот, это довольно большой пример, как видите, в котором можно прямо написать программу на си, включая туда исполнение всяких питоновских кусочков, вот, но я сейчас попробую попроще пример сделать, пример, который будет пользоваться объектами типа bytes, я не хочу пользоваться питоновскими строками, потому что питоновские строки это внутренний питоновский юникод, вот, и там вся вот это вот, что мы с вами, все эти примеры, они превратятся просто в те же самые примеры с конвертацией, вот, а объект типа bytes, байтовые строки, это один в один строки из, и, собственно, ну, вернее, не один в один, а очень быстро дело изготавливается из строка из, и вот с этим мы и познакомимся, значит, назовем его repeat точка, ну, или там стрепит, а, нет, точка си, ну, давайте стрепит точка си, вот, ну, ну, что мы должны сделать, мы должны классика, и мы должны включить библиотеку питона, значит, обращаю ваше внимание, что для этого, чего, 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 а, потому что не девелом, называется дев, вот, а для этого нужен пакет девелопмент для питона, который состоит, собственно, из библиотек питоновских, давайте посмотрим, который состоит из инклюдников, в частности, нам понадобится инклюдник вот этот, Python H, где он тут, вот он, он главной, вот, TKG конфига, вот TKG конфиг, и библиотеки, собственно, вот сама библиотека, а вот ее, как бы, девел оболочка, которая без сунейма, вот, чтобы программировать в СИ на питоне, нужна вся вот эта вот байда. Значит, я тут буду подглядывать с вашего позволения в, значит, в шпаргалку, вот, ну, просто потому что, потому что так быстрее будет, на самом деле. так, ну, вот, ага, нам и studio H даже не нужен, хотя вообще, по-хорошему он нужен, ну, пускай будет. Значит, что мы должны сделать? Давай будем, давайте прежде чем мы будем писать программу, вообще посмотрим, как выглядит типичная программа, вот эта длинная, на питоне. Ну, для начала, как видите, Python H достаточен, и printf, ну, и studio H в нем инклюзится, и, на самом деле, все, что мы имеем, работая в СИ, это объекты типа P-object, ну, по большому счету. Ну, помните, когда мы, когда мы говорили в самом начале, в прошлом семестре про Python, утверждалось, что в Python вообще все объекты, вот в Python вообще все объекты, просто разного типа. Этот тип, с точки зрения СИ, выглядит, как один тип, был оборот, больше ничего. Вот. А, значит, с точки зрения Python, естественно, понятно, все объекты своего типа. Поэтому, это довольно большой главный принцип Python, и сейчас мы попробуем найти где-нибудь, значит, API питоновское. Сейчас найдем. Ну, вот, API, например. Да? секунды, секунды, контейнер, функция, метод, сейчас, сейчас, Unicode, ByteRate. Вот. Значит, смотрите, как я уже говорил, к любому простому объекту в Python обязательно прилагается весь набор нужных функций API. Вот. Значит, ну, в частности, ByteRate, которым мы будем пользоваться. Во-первых, есть конструктор питоновского объекта из C-шной строки и обратно. Вот. Значит, FromString есть? Тут FromString должен быть FromString. Что-то тут нет FromString, значит, он где-то еще. ByteRate FromString, а у меня как? Просто FromString. Интересно, где он? Давайте поищем. Что-то я его тут не вижу. Возможно, я не в ту, не в ту залез. Ага! Надо было вот сюда лезть, с ByteObject, конечно. Вот. Так вот, значит, как видите, всевозможные конверсии, различные функции, которые умеют конкретно ByteString, например, на Catenation. Вот. Конверсии в одну сторону FromString, в другую сторону SString. Туда и сюда. Тут Чар звездочка, а тут, наоборот, Чар звездочка в качестве параметра. FromЧар звездочка toPublic. Вот. Обратите внимание, что обязательно есть у каждого объекта есть метод Check, ну, не метод, а функция Check, которая проверяет, что это действительно Pbytes. То есть, мы можем каждый раз и обязаны каждый раз, когда пишем нормальный модуль на C для питона, полученный объект обмазывать вот этой проверкой, потому что Pobject же неизвестно какого типа, да, вот мы должны обмазывать его проверкой, чтобы поверить, это действительно Pbytes или это еще какая-то другая фигня. Значит, обратите также внимание на то, что здесь зеленым написано, что Return Value New Reference, то есть, у нас получается новый питоновский объект, за которым надо следить и ревкаунтом заниматься. Ревкаунтом мы заниматься не будем, просто я напоминаю, что в питоне это обязательная штука, мы просто глянем на это, если не забудем. Вот. Ну и так дальше. Да, то есть, все, что можно сделать с байтом, с объектом типа ByteString, можно сделать здесь. Почему здесь все-таки мало методов? Потому что методы типа Slice и все остальное это методы не ByteString, а более обобщенные методы Sequence Protocol. Вот. Давайте VeryHigh закроем. Это XT1 и на Bidding. Сейчас мы это тоже закроем, а мы откроем Sequence Protocol. Вот, пожалуйста. Значит, любой объект питона Ну, сколько-то весит, я честно не знаю. Понятное дело, что больше всего там будет весить на самом деле интерпретатор. Дело в том, что когда вы вызываете имбеднутое что-то из питона, у вас есть два варианта работы. Вариант первый. Пытаться пользоваться питомовскими функциями, питомовскими объектами, не загружая питон как интерпретатор. Вариант второй. Загрузить питон и дальше пользоваться питомовскими функции питомские объекты если по очищая не к при использовании питомских объектов вы дергаете систему систему анализа кода байт код что еще ну короче говоря дергайте что-то для чего нужно динамика питона до понятный дел программу на питоне любые значит любые куски кода на питоне кода исполнения то вам нужен интерпретатор если вы работаете только с объектами больше ни с чем возможно он не нужен но как бы практика показывает что самый неподходящий момент у вас программа засекфолтится и все поэтому вопрос не в том сколько весит питомский объект а сколько вы хотите согласно потратить на запуск питомского интерпрета ну так вот я возвращаюсь нашим бараном отчетом отвлекаюсь и пи секунс конкатенация размер длин размер длина умножение конкатенация это сложение китайцы get slice это все свойства любого питомского объекта который поддерживает секунс протокол помните наши разговоры о протоколах вот это вот ровно она соответственно слайз можно взять от всего что поддерживать протокол вас результатом будет про обжиг соответствующего типа прямо как в питоне то есть программирование программировали вот на этой штуке очень трудно отвлечься от идеи что вы программируете на таком синтаксически зашумленном питоне сейчас покажу что имею ввиду значит где там был наш пример то сейчас найдем пример большой ну что это такое потерял специально был открыт перемен это экстензия нам нужно бедит извините я не буду осмотрю я не туда смотрю вот вот пример значит ощущение что вы программе это что-то скрипт на питоне только напишенный носить да значит смотрите импортируем модуль сначала определяемся с кодировками в третьем питоне это обязательно делаем делаем до импортируем модуль да значит первый запускаем интерпретатор конечно импортируем да дальше определяемся с кодировками импортируем модуль прямо на питоне зачем делается декреф не знаю надо почитать надо почитать не знаю зачем здесь делается декреф это это стоит посмотреть документацию значит если он не нулевой то есть если модуль проимпортировался смотрим какие у него параметры точнее если у него если у него атрибут по имени арк 2 с именем с именем совпадающим с вашим командной строкой вот дальше проверяем значит это должна быть функция проверяем что она что на колобу если нет это не колба дальше создаем тюпль из оставшихся параметров которые передавали в аргвы вот дальше превращаем очередное в эту самую число и делаем питомское число из него вот тут какие то опять какие-то рифкаунты пожалуйста не спрашивайте я не готов сейчас про них отвечать но обратите внимание что рифкаунты прям всегда нужны то есть каждый раз когда вы создаете очередной instance вам нужно с этими рифкаунты на бороться иначе вы их наплодить не мне неизвестное количество если вы не будете соблюдать четкую арифметику рифкаунтов то есть создавать их в том случае когда они создаются и уменьшать их в том случае когда соответствующие объекты уменьшаются да а я знаю в чем дело каждый раз когда у вас в api написано что это новый instance вы по-хорошему должны делать это декреф чтобы чтобы количество инстанцев питон не увеличивал да вот он и он их дублирует вот здесь вы сделали проимпортировали модуль у него раз приехал второй модуль в самом питоне там внутри про этот модуль написано что рифкаунтер уже равен двум а почему он равен двум потому что вы сделали из нее колька если вы не хотите с этим жить то сразу уменьшите на единичку чтобы вот этот вот вот это ваша копия не относилась к этому ну так вот значит структура программы до дальше значит что-то там посчитали вот даже что-то напечатали в общем это довольно сложный пример но идея понятна да значит мы просто знаем питоне объекты вызываем питоне же всякие методы связанные с этими объектами не забываем следить за счетчиками с вот и в таком виде работаем понятное дело что если мы хотим писать на питоне лучше писать на питоне да такие штуки нужны для прокладки между сей питом потому что ну понятно вот но я хотел взять взять программу проще вот эту вот она в которой мы бы что сделали значит программа будет делать следующее вот ее usage она будет принимать три параметра четыре параметра строку байтовую строку питона значит начальный конечный индекс и количество повторений и эта программа должна использовать питоне объекты выполнить вот такую вот вот такую вот операцию но не вызывая прям питоне интерпретар а выкатил выполните носи но пользуясь питоне объектами вот сейчас мы этим и займемся значит просто скопировалась копипастим вот эту но руками первое что мы делаем это естественно вот значит заведем место для вот этих четырех четырех да тут написано 3 а почему 4 а господи ну конечно нет пытаюсь понять а потому что параметры repeat в питон не входят в это это параметр сишны значит первые три строки нужно сконвертить питоне строки что можно было потом с этим что-то делать поэтому заведем заведем по обжиг объект тапы в обжиг я сказал обжиг ну там не знаю пара парам куда мы будем собственно класть наши питоне объекты вот ну что там еще нам же что нужно еще нам нужны результат еще даму чар звездочка результат вот чтобы вывести теперь нам нужно поинициализировать питоне пай и не заложишь значит и это свою очередь запускают чуть ли не питоне интерпретатор смиритесь с этим но я напоминаю что вы можете этого не делать но иначе у вас может получиться конфуз и вы сходить пойдете к каким структурам питона их нету сикфолк все вот это так что теперь теперь нам нужно это бла 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 это мы пропускаем теперь нужно сконвертировать значит давайте мы у у нас будет несколько чисел до несколько чисел это значит и а это нам зачем а нам нужно нам нужно удалять объекты да нам нужно удалять объекты значит и что там беден генд перепит вот это собственно наши числа да вот тут можно прям скопипастить ну или не копипастить вот это вот это собственно наши числа вот так значит а вот теперь самое интересное теперь мы собственно порождаем порождаем наши объекты соответственно по очереди да первое что делаем у нас argv 1 это строка который мы собираемся из которой мы собираемся выпилить кусочек и и и значит помножить поэтому у нас соответственно рез не веса потом парам 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 неправильное слово это же кусочек кусочек выражения да тут написано экспорт ну тоже напишем экспорт я зря назвал парам экспорт нулевое и это собственно from from string что-то типа пы байс мне from string давайте посмотрим я конечно могу из пошла галки посмотреть но давайте мы посмотрим что они там действительно есть вот вот собственно нужно вот эта функция from string от оргвы первое так следующая фигня мы должны взять от нее взять от нее сушки надо надо хелп то написать был конечно вот хотя бы вот это чтобы помнить чем чем делаем вот взять от нее слайс соответственно нам нужно сходить вот сюда вот get слайс вот там какие у него параметры бомжик слайса был и 1 и 2 это собственно вот 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 это значит мы должны написать что типа экспорт сушки а давайте сделаем не так как там чтобы я отличался немножко написать вот так вот значит это будет слегка дольше но но какая нафиг разница так только тут звездочки везде да вот давайте так вот сделаем какой черт это у нас стринг это было слово стринг вот соответственно слайсят и это будет соответственно вот этот пыль секунд нет пыль секунд допу секунд get slice если не ошибаюсь здесь у нас будет вот этот наш стринг старт генд обращаю ваше внимание что я в отличие от правильного кода на питоне ничего не обрали смотрите вообще говоря мы загружаем библиотеку липой то интерпрета там находится в ней бинарник мы не запускаем нам не нужен бинарник это ответ на вопрос обращаемся ли мы к интерпретаторам установленных систем вот этот самый липойтон в нем все что надо есть на самом деле пойти где это просто обращение к липойтону тем или иным способом в значит некоторых дистрибутивах linux python xe ну смысле поэтому бин поэтому да не xe елеф python елеф компилируется со статическим либо поэтому внутри для высоты работы а в некоторых с динамическим для уменьшения объема памяти но в основном конечно статическим для высоты поэтому сертинг спасибо дорогой и правда сертинг вот значит поэтому ответ такой вшитым то есть это будет липойтон либо который лежит библиотека липойтон точка со который лежит в системе либо вы с ней статистически сленкуете она вообще будет у вас там рядом так значит порежем значит его на слайсы а потом умножим 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 припит вот он мультиплейт по секунду слипит слайсят это и есть вот это вот выражение теперь надо его обратно превратить в строку ну допустим риас равняется тут from string должно быть да нет from bytes тоже нет может быть у стринг нет же ладно давайте посмотрим ну прямо то самое и правда этот стринг видимо control п видимо control п у меня хромает стринг вот значит а это я по секунду смотрю конечно from string и тут у стринг должен быть с стринг вот я вспомнил как она называется вот она очень хорошо стринг мультиплейт так значит это что касается ну дальше можно сказать принт да что там принт а кстати делаю кажется принтер нет а это стады я нормально вот значит можно сказать принт ну что-нибудь такое да что там у нас аргивы 21 аргивы 2 аргивы 3 рез как-то так нет 1 2 3 4 еще gv4 1 2 3 4 5 да и теперь нам нужно зачистить эти объекты в принципе это конечно не обязательно сделать мы сейчас выйдем из из библиотеки и все но лучше это сделать для этого нам служит пиклер это вообще универсальная функция которая нужна для этого самого для того чтобы освободить память под временный объект который мы с помощью помощью собственно получили вот здесь в принципе могли пиклер даже раньше вызвать потому что нам например вот здесь вот уже не нужен стринг вот здесь уже не нужно слайсе блок давайте вот зачем был цикл чтобы этот пиклер три раза не писать ну какая нам разница у как ты там значит что нам нужно что нам нужно для компиляции программы пока где конфиг минус и поймите не нравится минус и минус компайл что ты будешь делать минус и флаг нам нужно включить место где у нас лежат инклюзники а так а почему не поэтому а потому что патент римбер мы собираемся заимбедить вот мы собираемся заимбедить его в свою программу поэтому нам нужно еще липать он для компиляции хорошо ну давайте что там у нас минус и вот эта вся фигня отдать даже не хотя да значит минус минус и дать просто копипасте были где-то я чё-то на ошибался sndi кларит почему интересно и тут конечно да чё-то я туплю сегодня но хорошо значит во первых небес а а из того чем нужно а бы мы назвали бы беден я беден я во вторых конечно здесь везде процент с вот кроме а вообще везде они же не распознаны вот другое дело ну что ну вот смотрите от двух до четырех умножить на 5 равняется ер 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 qvrt да от двух до четырех все нормально работает вот вот вам пожалуйста вот вам пожалуйста а тут еще и комментарий проект поехали ну извините что-то я сегодня не внимательно вот вам пожалуйста пример программирования носим да значит более хитрый пример программирования носи он реально более хитрый я его сейчас тоже подгляжу в споргалку но попытаюсь все-таки успеть рассказать значит боль реально более хитрый пример программирования носи это как написать сишный модуль модуль не просто не просто та самая программу который вызывает питон а модуль который можно будет проимпортировать из питона вот давайте мы сейчас на него посмотрим это модуль будет тоже самое модуль будет возвращать слайс от объекта ум помноженный на размер вот но значит будет выглядеть так мы собственно будем добавить что нам придется придется не успеем написать эту программу нам придется ее немножко подглядеть давайте тогда подглядывать раз уж все-таки 70 срок на питоне я наверное не напишу в онлайне вот хотя честно признаюсь я ее написал вот пока готовился что мы хотим сделать мы хотим написать модуль на питоне который будет работать примерно так вот у нас есть модуль на питоне он лежит где вот он вот repeat.so и этому где то есть модуль на питоне которую который можно будет потом вот так вот только давайте мы давайте мы скажем импорт репетит вот он проимпортировался скажем хелп от репет ну там какая то какой то зерва в нем определен под названием вот и собственно единственная функция вот ее хелп единственный то есть мы говорим репет . репет строка только байтовая строка от 2 до 5 может носить тогда причем есть напишем на 115 ну понятно да она просто возьмет до последнего вот если мы напишем скажем на минус 115 вернет ошибку типа репет . не такие дела то есть у нас есть еще и ошибка у него кстати хелпа нет ну и ладно вот вот такой модуль как он пишется носить так репет . что мы хотим сделать значит вот модуль оформляется как программа носить внимание модуль эта программа прям программа то есть в ней есть мы и все остальное нужно это для того чтобы сейчас какой спам почему здесь спал здесь должно быть репет а кстати нет эта программа совершенно не обязательно считать на 2 киндзам и над нужно меня чем проверим вообще говоря что для этого нужно сделать для этого нужно оформить модуль вот вот его заголовок у этого заголовка значит довольно простая структура это некий заголовок что это модуль значит это название модуля это help по нему и это какая-то фигня про которой ничего не знаю а это его методы что за фигня посмотрим потом документации если захотим это заголовок такой и соответственно штука которая создает модуль она должна называться обязательно по и нет подчеркивание имя модуля никак иначе иначе будет включить вот и она вызывает просто функция ки которая называется поэтому модуль create ей передается заголовок и то есть создание модуль вот что мы потом еще делаем мы поскольку это модуль который будет развиваться из питона мы должны обязательно проделать операцию на этом и регистрируем exception тот самый сейчас мы увидим как он написан на си этот exception repeat error мы делаем ему ревкаунт равным единице еще раз повторяю весь ревкаунт когда вы программируете носить вы делаете сами за вас питон это не сделать то есть это вы принимаете решение когда количество рев увеличивается или уменьшается соответственно если вы решение приняли неверно то ну будут проблемы это надо отладывать вот ну и собственно добавляйте в модуль модуль exception который только что только что создали таким образом у вас в модуле появляются не просто какие-то там методы а прям такие exception вот такие дела теперь относительно относительно методов да значит у нас вот здесь написано метод обратите внимание от программы на синий на питоне вот метода у нас всего один он называется repeat функция которую реализует называется рев вот она сейчас мы не посмотрим параметры у нее для простоты переменные хотя они не переменные совершенно константные вот но вполне разрешимо сказать что они переменные тогда в хилпе будет написано три точки в качестве параметров мы видели вот и от хилп просто строка которые выводятся когда вы смотрите когда вы смотрите к нему самое когда вы смотрите от него хилп именно ее мы видели когда смотрели вот эти методы в массиве типом по метод дев перечисляются в количестве а то что они закончились определяется вот таким вот такой затычкой значит метод 1 плюс затычка вот значит мы регистрируем когда модуль мы описываем вот эти методы теперь сам метод конечно же на питоне писать было бы проще мы пишем носить метод наш как тут написано вараркс значит он получает просто массив по объектам в качестве параметров это методы это параметры позиционные вот можете почитать в api как оформлять параметры именно и просто но это дольше больше кода и так видите кон столько же что я не успеваю программу писать в онлайне вот значит итак классический метод у него есть поможет сел и по и все остальные объекты как обратите внимание что да то что аркс это массив ссылок на позже а сел сам по себе ссылка на бомб понятно почему потому что все мы можем модифицировать это такая в райта была власть памяти и она в таком виде проезжает внутри внутри нашего метода мы конечно не будем там ничего модифицировать но в принципе имеем право вот ну дальше значит мы определяем все те же переменные станет репетт определяем новый объект которым будем возвращать вот я не вижу не вижу инкор а не надо там он сам будет делать вот а значит дальше мы чё делаем мы разбираем входные параметры говоря что это тюпль вот и это такая любимая гвидовская картина вида очень любит вот этот язык птичий язык типизации 1 1 байтовый значит мы говорим что в нашем тепле лежит y это бойц переменные типа бойц и 3 переменные и раскладываем его по нашим поджиг там значит сразу декодируя бойц проезжает в чар звездочка а энд приезжает in in и поэтому тут написано парс тюпль значит это взять тюпль питоновский распарсить его до сишного вида и переложить соответственно сишну сишны эти вот значит вот в этом месте мы вообще говоря проверяем не надо ли возбудить эксевшен под названием репет йору процент чем чуть выше мы он тут где-то описан а собственно вот он описан но поскольку нам ничего не нужно кроме как объявить его объявить его эксепшеном вот это его объявляет эксепшены вот ну так вот значит не знаю не знаю может быть и лучше давайте проверим он вообще будет компилировать мне кажется может работает работает чай сделан не так а потому что бойц да конечно все работает конечно без разницы так так даже лучше спасибо вот а значит да так вот значит мы его распарсили мы зарегистрировали indexing error под любым предлогом на самом деле у меня вот эта ошибка неправильно здесь надо было проверить сначала распарсить буф потому что он у нас не бойц если буф не бойц то весь пар парстюпль вы привы возвращает код ошибки и вообще трэш и тут надо было еще отдельно написать что это другой другой другая ошибка это не ошибка indexing error да это ошибка что здесь все нули приезжают пришли вот у нас и равен нулю на самом деле ну давайте мы сейчас кстати обмажем раз уж пошла такая пьянка и все равно мы не пишем эту программу в онлайне но хотя бы обложим вот эту проверку вот он фейлор и 3 times false и рейса пробует эксэпшен погодите еще на рейс эксэпшен я не понимаю почему он не сработает тогда не будем обмазывать не будем отклоняться за эту самую значит вот а дальше идет кусок кода носи который собственно занимается тем чем он должен заниматься вот дальше мы создаем новый битоновский объект вот и возвращаем его вот поскольку по байс from string у нас как я понимаю до ритер валю new reference это значит что рифкаунт увеличивается но и знать значит нам ничего с рифкаунтом делать здесь не надо вот такие дела значит создали приняли тупость параметрами распарсили тупость параметры причем одновременно превратили его уже чешный поиграли с эксэпшенами выполнили код носи создали финишный объект типа байт который собственно и из получившихся код носи получится освободили память вернули объект вот пожалуйста значит описатель нет это список методов это описатель модуля это функция инициализации модуль зачем тут мы не честно говоря не знаю мне кажется без него тоже отлично заработает но может быть и нет отлично заработал без него это было отладочный отладочный мэй это было отладочный мэй без него отлично работает конечно просто эту программу можно скомпилировать как программу носи запустить она тоже будет работать вот такие дела окей значит и это был разговор про то как писать модуль носи нет ну смотрите он просто не можем видеть сюда это просто это просто было отладочно чтобы можно было все это запустить вот обратите внимание на то что будут бактики но понятно что для того чтобы скомпилировать модуль нам нужны во первых еще он должен быть шарит вот и во вторых кстати почему шарит почему-то нет ну короче ладно он должен быть шарит понятно почему вопрос только в том что вот да значит он должен должен быть шарит в основном всего да вот шарит и фиг ну кстати в ноль и фиент это отличная идея я забыл за их нолить это конечно правильная штука вот за их нолить это просто хорошо даже давайте я покажу раз раз опять же пошла такая пьянка вас правильный способ правильный сносов комментариев все вот на правильный способ комментариев все это конечно вот так спасибо большое нашему постоянному слушателю за это значит слушать нас осталось мало времени а я хочу еще дофига всего рассказать значит тут кто-то спрашивал что такое сайтам как раз настала пора рассказать что такое сайтам сайтам это такой язык программирования долбанутый слегка ну или не слегка вот в котором вы пишете одновременно на сей на питоне одновременно на сей на питоне выглядит принц следующим образом вы пишете программу почти что на питоне почти с довольно большим объемом ограничений которые которые нужны для того чтобы не заморачиваться страшным и ужасным компилятором в питон динамически кстати такие проекты отдельно тоже есть сейчас посмотрим пальцем компайлер вот но мы их смотреть не будем сейчас а вот ну чека ну и тка ну и тка это такие такие значит эти самые такие математики которые превращают хорошо написанную питонскую программу программа носить вот сайтам напоминаю это такой себе тонн питон оси такой в котором вы пишете программу на питоне а потом программ вычисляет вычисляет эти самые простые числа а потом компилируете ее все а потом все компилируете в бинарный самый простой способ у меня тут есть всего . да вот смотрите вот программа носи на питоне программа на питоне как бы да но она имеет расширение .px и мы ее можем с помощью сайта на сейчас я вспомню там не так все просто а у меня тут сайта не стоит жесть давайте ставим здесь поставим что сейчас секунду я тогда воспроизведу сборочное окружение извините вот значит вот значит у нас есть вот это хелло .px а мы ему говорим сайтом минус 300 минус минус 300 означает как раз тот факт что у нас строки не являются и не кодом минус минус 3 это значит что все стройки и не код а минус минус 300 это некий такой background compatibility что вот это вот хелло оно чем при этом происходит происходит образуется файл под названием хелло . си где он тут а не прайм с хелло извините хелло . пкс вот он дать в него посмотрим ну офигеть теперь но вы меня поняли да 2800 строк на си вместо этой самой хрень казалось бы ну зачем такое правильный ответ большая часть этих строк это фактически исполняющая система этого самого сайфона то есть нечто имитирующая работу питона которую кстати сказать да ну-ка а нет нельзя которую сказать которая собственно будет выполнять этот код написанный на си а не на питоне чуть не нравится поток что работала еще не так а это же модуль чайне суда вот значит получается модуль хелло . который будет это самое делать смотрите python 3 ну python импорт хелло хелло документация не кстати можно было бы написать вот то есть мы пишем программу на питоне она компилируется в что-то на си а потом из него вылезает что-то на си а значит пример с простыми числами так что ты еще хотел а он пик правим с . пикс пример с простыми числами опять-таки мы пишем что-то почти на питоне но обратите внимание на вот такие вот штуки эти штуки означают что это не питоновская in оси шный им со всеми его ограничениями эта штука означает что это не питоновский список оси шный массив п а дальше текст похожий на питон который даже даже как-то вот видите содержит что-то типа сенкционирования но мы понимаем в голове что на самом деле это вообще не питон это такой си похожий синтаксисом на питон вот и в этом месте у меня например начинает отъезжать крыша окончательно я перестаю понимать в чем ценность этого проекта то есть это не так я понимаю в чем ценность этого проекта потому что эффективность этой программы будучи приведена все она существенно выше чем на питоне вон мы когда искали компиляторы увидели например что на некоторых на задачах программа на сайтах раз в 30 быстрее чем программа на питоне вот постараться обычно раз 56 но тем не менее вот значит то есть фактически ну в общем да так оно и есть идея состоит в чем чтобы не писать чтобы не писать прямо на си мы с вами видели как выглядит интерфейс питон си с вызовом связался возможных питонных объектов и это откровенно говоря конечно хороший код носить да но сложно сложнее всего постоянно соблюдать дисциплину программирования но мы с вами знаем что при программировании носи самая главная проблема это дисциплина работы с памятью дисциплина работы с индексами с размерами со всем остальным вот надо сказать что когда а ученые перестали писать на фортране и начали писать носи наступили черные времена для людей которые эти программы сопровождают потому что ученые же они ученые их интересуют как бы идеи вот а далеко не все ученые педанты вот и те которые не педанты они пишут довольно страшный код носи в этом смысле что они пишут на питоне теперь это очень хорошо но с другой стороны ученым нужно быстродействие а быстродействие на питоне особенно вычислительных задач где много-много объектов быстродействие задач на питоне в которых миллион объект выполняет каждый по миллиону операций это низкая штука не всякая вещь на питоне медленная но вот не масштабируемые операции на питоне метод и вот для этого существует язык очень похожий на питон поглядите на это это питон ну как бы за небольшими исключениями которые на самом ли транслируются вот в достаточно жесткую штуку носить вот и потом обратите внимание да в терминах питона то есть вот вот поглядя на этот код мы можем в принципе узнать какие-то какие-то кусочки того 5 напи который мы только что одним глазом поглядели вот значит то есть получается нативный же питоновский код нативный код для питона который можно использовать и который там вычисляет но в данном случае это что это праймс да еще нет этого реперта вот пожалуйста но опять никакой помощи потому что мы забыли сделать ну ладно но это это первый несколько первые несколько этих самых простых чисел вот такие дела значит у осталось пять минут на то чтобы поговорить еще о кое-каких смотрите возражение насчет кода вервиглазного разумеется люди которые не являются профессиональным программистом которые заморочены идеями всегда пишут вырвай глазный код ну как всегда с вероятностью процентов 80 вопрос в том чтобы он у них всегда работал и в этом смысле питон это спасение когда люди пишут код на языке программирования требующий высокой дисциплины программирования как например на си и нарушение этой дисциплины превращается в секфолд и вот это все это гораздо хуже чем ситуация когда люди пишут на таком языке где нарушение дисциплины программирования либо как в джава заканчивается невозможностью компиляции либо как в питоне максимум что можно сделать это ну у вас будет эксепшен потому что вы что-то не туда передали чем секфолд хуже эксепшен эксепшен возникает в тот момент когда вы что-то не туда передали это отлично откладывается а memory correction или там стек стек смер возникает в одном месте а отваливается в другом поэтому поэтому нет то что то что код вырви глаз на это не самое страшное самое страшное что дисциплина программирования страдает такие дела значит я хотел еще одну вещь показать похожую на упомянутую тут тут micropython вот которая называется чаю найду называется она называется цифр фай цифр фай это си сейчас сейчас я найду у него сайтик цифр файл интерфейс вот идея состоит в том что вы пишете в док стрингах еще раз в док стринг пишите программу на си в питоне а потом она компилируется прям по ходу вот ну давайте я тут найду у меня где-то был пример и на этом мы закончим на сегодня значит сейчас вот вот она выглядит это вот так вот у вас исходник носи просто тупо носи без всего вообще без всего вот вы это обмазываете вот этой штукой говорите что у вас есть сишная функция которая флот и у которой параметр н она сама компилирует внимание для этого у вас должен стоять должен стоять компилятор и вот это само должно случиться и получается модуль прям по ходу вот смотрите этот модуль потом еще можно проимпортить по ходу и будет совсем страшно но давайте попробуем пицца смотрите я запустил программу на питоне она вызвала мне компилятор 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 потом она сделала из него питоне модуль он называется подчеркивание пи то есть в принципе мы могли бы вот сюда вот писать еще да а давайте посмотрим когда единоборно я правду долго как-то считает на дала И даже не так сделаю. Че-че-че-че-че? А, int нужно сделать, естественно. Естественно, я забыл сказать int. Вот. Он какой-то очень медленный. Это ряд либниц, что ли? Нет, это этот самый, Монте-Карло. С помощью рандома. Я вас умоляю. Ну, короче, вы меня поняли. Вот. Как вы понимаете, это тоже, в общем, некий костыль, да? Потому что в результате, так или иначе, вам все равно приходится запускать вот этот компилятор. Вот. Зачем запуск компилятора всовывать в программу на питоне, я, честно, не понял. Но подход, как видите, другой. Подход состоит в том, что вы... Вы программу-то пишете прямо на C безо всяких изменений. Понятное дело, что вы при этом не сможете работать с питонными модулями, но зато вы можете ходить к C-шным объектам из питона. Для этого есть еще один, и на этом мы заканчиваем. Для этого есть еще один инструмент, который называется, кажется, SWIG. Вот. Он упомянут, на самом деле, все это упомянуто в документации. Сейчас мы найдем... А, вот есть еще C-Types, на самом деле. Значит, есть встроенный... Мы, к сожалению, не потрогали, хотя это интересная штука. Есть встроенный интерфейс, который называется C-Types, на который, собственно, CFFI основан. Он прямо в питоне есть. У него есть единственный недостаток, он для разных операционных систем немножко разный. Вот. Он там то в Linux, то в Windows работает по-разному. Вот. И есть еще интерфейс-генератор, по-моему. И на этом мы закончим. SWIG. Давайте поищем вопрос. SWIG. О! Да, вот мы сегодня, собственно, все смотрели. Еще есть нумба какая-то дурацкая, но я в ней не разобрался. А SWIG это тоже такая штука, старая-старая-старая, кроссплатформенная. Обратите внимание на количество поддерживаемых языков, вот. Который вы описываете интерфейс, а она вам генерит функцию на C, которая, соответственно, или там, ну, да, функцию на C, которая в этот интерфейс, соответственно. Не будет туда залезать. В общем, вот. Это была последняя лекция в этой серии. Значит, ну, слушайте, ну, язык сам попроще сильно, питон, на самом деле. Вот. Это была последняя лекция в этой серии. Значит, надеюсь, что я не слишком сумбурно рассказал, вот, про все это. Так что, не болейте. Давайте дождемся конца всего этого безобразия и встретимся. Я надеюсь, встретимся в следующем семестре. Правда, вот, возможно, мне придется опять читать начало питона. Ну, посмотрим, да. Так что, может быть, я встречусь с другим критерием. Вот такие залезы. Значит, как обычно, поскольку, когда подходит дело к концу, я ожидаю вопросов. Но тут не вопросы, а скорее замечания. Если вопросов нету, то, наверное, всем спасибо. Вот. Ну, и будем посмотреть, что будет дальше. Спасибо. Спасибо.